У тебя очень нежные фото. Они скрывают мою натуру. На самом деле все не так? На самом деле я Антон. Всем привет, простите за видео. С последнего веб-шпиона в Баду утекло слишком много воды. Нас с вами уже почти 200. Канал становится более массовым. Вы думали, я этого не замечу? Типа, Кирилл, у тебя уже 150 тысяч, почему ты даже ничего не сказал? Конечно, я вижу, как вас дохрена. Я просто до сих пор не могу в это все поверить. Мы реально приближаемся к 200 тысячам. Но работа есть работа. Порадовались немножко и хватит, веб-шпионаж зовет. И сегодня я опять навестил наш гетероштаб в Баду. Агенты контрразведки Баду меня вычислили. И начали банить абсолютно каждый мой новый аккаунт. Именно поэтому роликов в Баду не было так долго. Хакеры нашего штаба пытались разобраться с этой задачей. Ситуация была исправлена, но... Не обошлось без жертв. Каноничные аккаунты с Аней теперь в прошлом. Свой доступ к аккаунту мне доверила девушка с именем Алиса. Я немножко перекопал ее профиль и написал о себе следующее. Никогда не было конкретных запросов касаемо мужчин. Может ты станешь моим. Естественно, она свободна, готова к экспериментам в отношениях. Идеальное соотношение роста и веса. И, конечно же, живет одна. Но в этот раз есть некоторые нововведения. Я указал, что знаю огромное количество языков. Может быть это на что-то повлияет сегодня в диалогах? Станет новой зацепкой для разговора у местных аборигенов? Узнаем в этом ролике. Конечно же, да. Привет! Приятно познакомиться. Я сильно поражен твоему знанию языков. И это нереально круто. И подобное открывает огромное количество возможностей. Как тебе удалось добиться такого результата? Все просто. Я наебываю. Дальше мне написал Викинг. Привет! Вы настоящий викинг? Еще какой! Не знала, что у викингов густые черные волосы, щетиной и смуглая кожа. Вы викинг из Южного штаба? Я викинг из Владикавказа. Почему ты со мной на вы? А ты че со мной на ты? Мы не переходили на такой стиль общения. Не абасуйте, милая барышня. Я, кстати, тоже не люблю писинг. Писинг? Простите, а что это? Ты это называешь абасуй. Пишите ваши странные сервисы, на которых вам довелось повстречать странных собеседников. И я обязательно окунусь в них, чтобы изучить обстановку. Мужчина лет 50, Игорь, пишет. Привет! А что здесь ищешь? Я решил выложиться по полной и, так сказать, отработать всю свою зарплату. Хлеб с маслом, который я уже съел, и мою шоколадную медаль как лучший работник месяца. Ищу максимально серьезные отношения. Никаких глупых подшучиваний и подколов, кривляний, инфантильности, ласковых словечек по типу «Зайка». Меня зовут Алиса. Никакого секса на десятом свидании. Свадьба только через семь лет общения минимум. Каждый должен работать и готовить себя отдельно. Никаких догм прошлого века по типу «Готовь, стирай, сиди дома, ты же женщина». Детей хочу не меньше четырех. Знаешь-то немного, в будущем посмотрим. Вот, а ты чего? Он проигнорил мой крик души. Что не так? Извини, я не любитель неадекватов. А я-то тут при чем? Почитай бредни, которые пишешь. Без обид. Извини. Так, все понятно. Это нормальные отношения 21 века. И еще, звонили из среднего палеолита, просили вернуть дубину, а то нечем уговаривать самок идти в пещеру. Очередной мужелан. Но свою зарплату я таки отработал. Сполна. Растяну на полгодика. Привет, вы любите куни? Привет, куни не пробовала. Это алкогольный напиток? Это когда мужчина язычком ласкает девушку там. Хочешь попробовать? Фу, зачем ласкать языком в ухе? В писе. С меня еще подарок. Ты бы хотела? В чем шутка? В том-то и смысл, что я предлагаю компенсацию в виде подарка, чтобы не ждать пятого свидания. Ты как бы покупаешь. Этакий сизон пасту пусси. Интересная разработка. Ни хрена не понял. Тебе бы в гейм-разработчики. У меня, кстати, вышел большой ролик с разработчиком Cyberpunk 2077 на лайв-канале, к которому я наведался в гости. И это вовсе не кликбейт. Да, серьезно, это не кликбейт. Можете посмотреть вот здесь. А если ты все еще думаешь, что это кликбейт, то посмотри-ка на эту кружечку. А кто это у нас сделал Ведьмака и сейчас работает над Киберпанк 2077, а? Интересненько, интересненько. Со следующим собеседником я решил использовать максимально оригинальную тактику. И касаемо этого, у меня есть к вам предложение поучаствовать в веб-шпионаже вместе со мной. В каждом ролике к некоторым собеседникам я подбираю ту или иную тактику. И отныне под каждым новым роликом веб-шпиона вы можете писать свои тактики. Лучшие из лучших будут отсеяны самым надежным способом. Через мою маму. И в следующих роликах я поюзаю ваши тактики. Когда в вашем телефоне вы печатаете сообщение, сверху появляется строчка с предлагаемыми словами. И я решил строить диалог, нажимая только на них. Привет. Ну? Ну? Я тоже. Ты тоже привет? Ну вот, я не знаю. А что знаешь? А что, ты в курсе, что я хочу хату? Не, не в курсе. А ты что? Тебя. Ну вот как я узнаю, что это не значит, что я хочу? Блять. Сама понимаешь, что пишешь? Я не могу понять, почему. Черт, это было так непрофессионально. Что? Хочу в кино на фильм с тобой. Пошли. Я не могу. Получилось необычно. И знаете, я полностью понимаю девушек теперь. От связки вводных слов, привет и как дела, меня тянет блевать. Я эти диалоги уже просто не открываю. Настоящий шпион полностью погружается в свое амплуа, и я с этим прекрасно справляюсь. Верно, сестрение? Привет. Да. Как дела? Шаблоны вырезаю. Встретимся? Надо не забыть вырезать это на монтаже. Парни, не считайте, что девушки че-свешно, если они не ответили на ваше сообщение. Просто вы скучные, банальные, неоригинальные, таких, как вы просто сотни в этом списке. И, естественно, хочется найти что-то, что зацепит глаз. И следующий собеседник с прекрасным именем, чудесным, великолепным именем, который я настолько обожаю. Я не знаю просто, как человечество могло до него додуматься, до этого чудесного, сексуального имени Кирилл. Подошел к знакомству оригинально. Привет. На какие три вопроса ты бы ответила фразой? Да, конечно. Наконец-то хоть что-то интересное. Глучик света в этой кромешной тьме диалогов. Привет, как дела? Любишь секс? И я постарался над ответом. Это ваши 500 рублей? Да, конечно. Привет, ты че, охуел? Да, конечно. Вы действительно считаете, что теория струн абсолютно бессильна перед петлевой квантовой гравитацией, несмотря на то, что оба утверждения на данный момент лишь теоретические? Ха, да, конечно. Видимо, с вводной частью знакомства я справился. И он задал следующий вопрос. Любимые места в Москве? Туалет, кухня, кровать. После этого он мне не ответил, я, похоже, провалился. Так и думал, что надо было отвечать ванная, холодильник, диван. Привет, Алиса. Как дела? Это не важно. Важнее, если у меня ВИЧ. Это бич 21 века, поэтому будьте с этим осторожнее. Привет, красотка. Как дела? Пока. Не. Ро. Ди. Ла. Ха. Простите, пожалуйста, я не сдержался. Надо же хоть себя как-то развлекать среди этих шаблонных сообщений. Далее мне написал A.Shot. Привет, Алиса. Привет, Кэм. Шат. Это не то, о чем вы подумали, там другая буква должна быть. Гулять пойдем? У меня нет с собой перцовки, поэтому нет. Но вдруг на нас нападут гопники? Как же я буду обороняться? Деннис решил завести со мной беседу. Привет. Бенис. Болиса. День добрый. Для избежания банальности и повторения комплиментов, которых ты уже наверняка наслушалась, предлагаю поговорить о пингвинчиках. Еще один инфантильный дебил. Тебе точно помощь не нужна? Мне кажется, в твоей жизни что-то идет не так. Может, тебе нужно выговориться? Да. Вперед, зайка. Я готов тебе помочь. Скажи, кто тебя обидел, что не дает покоя. Меня об этом еще никто не спрашивал. Я не смог удержаться. Почему мне необходимо вообще этим заниматься? Постоянно пишут одни и те же слова, приветствия, вопросы. Мне хотелось перейти в абсолютно новый штаб, даже вне веб-шпионажа, но начальство за это просит сраных 40 тысяч. Это где видано вообще? Они хотят, чтобы я веками оставался здесь. На это я не готов пойти, увы. Да, я предложил расширить мои полномочия вне штаба веб-шпионажа. Интернет полон не только странными собеседниками. И я готов вам показать нечто большее. И я не про эти ваши посылки с Даркнетов, форумы в Даркнетах, нанять убийцу в Даркнетах. Нет, 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 ребят, это все мелочи. Уж поверьте мне. Но 40 тысяч лайков давайте вместе утрем нос моему начальству и покажем. Покажем, что мы не просто наблюдатели. Мы можем делать выбор. Ух, куда я залез? Я даже не хотел этого делать, случайно получилось. В диалог ворвался сиреня. Классная. Меня мама так в детстве называла, когда я мимо горшка ходила. Привет, как настроение? Лучше не бывает ни у одного человека. Я серьезно, лучше всех. Позитив проник в меня и обуздал каждую клетку и каждую молекулу ДНК. Я буду радоваться жизни до конца своих дней. Мое потомство будет носить клеймо счастья вечно. Они распространят его как вирус по всей земле и вся планета будет счастлива. Убейте меня, пока не поздно, прошу. Быть счастливым не пожелаю даже злейшим врагам. Хмурость и унылость, вот что движет нас к смерти. Парень с интересным именем Лев Оон захотел познакомиться. Привет, Лев Офф. Лучшего отшива здесь я не придумал. Следующий собеседник выложился о наболевшем. Красивая малышка. Эх, мне годков в 10 скинуть бы, чтобы снова стать студентом без денег. Не знаю, о каком безденежье ты говоришь, но когда я был студентом на первом курсе, я устроился на работу и мне хватало денег на покушать и еще погулять. Че понтуешься? А что, трудолюбие и желание заработать деньги это по-твоему понты? И тут Антоху прорвало. В 18 лет я жил в общежитии и мои родители были от меня на расстоянии 2000 километров. Я искал средства к существованию, чтобы не быть голодным и быть одетым. А ты это называешь понты. Вы, малолетки, конченое поколение. Поколение невоспитанных бездарных выродков. Никакой социальной ответственности, никакой морали, принципов и самоуважения. В голове лишь бухлопу, ебушки и курева. Будешь моего возраста, поймешь, о чем я говорю. А пока что ты тупорылая малолетняя щель, умеющая зарабатывать деньги своими дырками и не знающая, что такое настоящий троп. Ха, неудачник. Работаешь, а не берешь у родителей. Именно в этом диалоге мой план по шпионажу был выполнен. Далее подозрительное сообщение мне написал Джума. Привет, Алиса. Меня Джума зовут. Это полное имя. Активный, жизнерадостный и молодой человек, ищущий девушку на главную женскую роль в своей жизни. Тебе кто текст писать помогал? Мое интеллектуальное развитие. Я думала, мама. Откуда взялось такое предположение? Мне мама помогает. Она смотрит мои ролики, поэтому я сегодня кушал суп. Все хорошо. Привет. О, Вадим, здорово. Какой еще, Вадим? В смысле, а ты кто? Меня Алексей зовут. Не Вадим? Странно. В этой жизни постоянно происходят неожиданные вещи. Привет, у тебя выразительные глаза. Думаю, с их помощью ты многих сразила на повал. Хорошо, что у меня очень хороший вестибулярный аппарат. Я еле удержался, иначе меня постигла бы та же участь. Чем занимаешься? Рубрика «Научные подкаты». Такое у нас еще не было, это нововведение. Я, между прочим, долго думал, что тебе написать, чтобы было не банально. А ты вот так. Между банально и небанально есть тонкая грань. Она зовется не нелепое нормальное приветствие, без тупых подкатов, шаблонных вводных вопросов про настроение, дела и какого цвета с утра был стул. Но вы ее что-то никак не чувствуете. Они то просто пишут привет, как дела, то пишут какую-то хрень. Когда, наконец, найдется человек, который ударит в точку и пронзит мое сердце с первого сообщения. Такие мужчины бывают на миллион. И будем надеяться, что этот 999999. Привет, а можно загадка, я тебя расскажу? Привет, а можно загадка, я тебя расскажу? Спасибо, я был прав. Привет, можно загадка, расскажи? Привет, можно загадка, расскажи? Туда-сюда, туда-сюда, о боже, как приятно. Я знаю ответ. Ииии... Незащищенный половой акт, следствием которого стал саро. Не-е-е, это качели. А-а-а, а я думала сова. А у тебя парень есть? Есть, хочу двух. Уже интересно, муа. Просто моему парню некого шпилить, так сказать. Обычные современные европейские отношения. Привет, Димос. Ха, это приветствие такое? Скорее прощание. Привет, я Леша. Буду звать тебя Лошок. Воу, как необычно. Поужинаем? Я ем только свежие овощи, без термической обработки. Вообще, я питаюсь энергией космоса и солнца. Но еще не могу полностью, все время откачивают врачи. Да, я ем только овощи и только сырые, потому что я слышал, что сыроедение это очень полезно, когда у тебя нет денег на мясо. Виталий написал мне что-то очень странное. Какая красивая девочка, очень похожа на мою дочку. Ха, а что ты с ней делал? Он мне не ответил. Звоните в полицию. Привет, Ку, Тимур. Очень приятно, рум-тур. Отсылка к одному из предыдущих выпусков веб-шпиона. Далее мне написал Бека. Нет-нет-нет-нет, это не реклама букмекерских контор. Нет, реально написал такой человек. Привет. Не против пообщаться? Напротив. Ты милая. Ну и откуда мы такие хорошие? Я же сказала, напротив. Я против. Ненавижу эти недопонимания в интернете, поэтому я люблю только живое общение. Армен захотел со мной диалога. Добрый вечер. И вас. Можно общаться. Спасибо, я тогда начну. Пожалуйста. Жду. Я передумала, начинайте вы. Чем занимаешься и чем любишь заниматься в свободное время? Сидеть в баду и искать мужчин. Я свободна. Хочешь со мной общаться? Алло. Секом любишь заниматься? Ну да. Свободное время. Куда ты пропала? Сексом занималась. Выдалось в свободное время. И как ты любишь заниматься? Три подхода по пять минут. Какие? Скажи. Алло. Приседание. Потом пресс. Ну и выпрыгивание. А меня нет. Любишь сделать? Это на какую группу мышц? Диалог явно зашел в тупик. Мы перестали друг друга понимать. На этом мой рабочий день вновь окончен, дорогие мои. Вы помните самое важное. 40 тысяч лайков для новой невиданной ранее рубрики. Колокольчик после того, как нажмете подписку. И пишите свои тактики в комментариях. Всем пока. Шпион уходит. Продолжение следует.